Продолжение следует... Уважаемый разговор. Ну что, идём дальше. Как-то мы тут тормознулись на этом вопросе. Янжа, реплика в эфир. Сейчас женщины не хотят поднимать мужчин, а ищут уже поднятых. Ну да, это цивилизация. А что ты хотел-то, так оно и есть. О том и речь. Елена777, вопрос в эфир. Что делать, если муж очень жадный? Что делать-то? А куда же ты смотрела, когда за него замуж уходила? Ну, может, не воспитала? Нет. Ну, мужа смотрит обычно, сразу выбирает, как он себя ведёт. Не, ну, может, он такой хороший, до свадьбы, может, такой хороший, прям был такой щедрый-щедрый, цветочки и всё такое, часики-браслетики. А как только замуж вышла, сразу раз всё в кубышку положил, закрыл, ключик на шее носит, даже спит с ним, не расставаясь. Ну, видишь, раньше было сложнее себя так вести, потому что за каждым из супругов стоял род. И, конечно же, род супруги не вмешивался в взаимоотношения между супругами. Но иногда и мог вмешаться. Почему сейчас женщины оказались беззащитны? Раньше женщину было обидеть очень сложно. Раньше, если ты женщину обидишь, ты мог нарваться на войну кланов вообще. Ну, и сейчас тоже, у кого семьи большие, легко можно нарваться на войну. Вот. И поэтому люди очень аккуратно относились друг к другу. Вот. Соответственно, сейчас, конечно же, этого нет. И во многом, как ни прискорбно это, скажем так, отмечать, но наш народ скатился до уровня инстинктов. Причем, если брать животных, у них это инстинкты, все-таки они уравновешивают друг друга, и у них прописано самок не обижать, ни один самец самку никогда не тронет, потому что у него генетический блок стоит. То у нас таких блоков нет. И у нас мужчина очень часто ведет себя как животное по отношению к женщине и к своим окружающим, ко всем. Сила есть, ума не надо. Вот. Поэтому здесь сложно давать рецепты вот так вот, что если муж жадный. Ну, если... Надо все-таки тогда Елене 777 больше изучать женскую мудрость. Каким же образом все-таки научиться вот так вот общаться с мужем, чтобы он стал щедрым? Но ведь все-таки вы должны понимать, что ваш окружающий мир — это отражение вашего мира внутреннего. Это первое правило ведической культуры. Это то, чему учат нас, учили в Асгарском училище в первую очередь. Что мир внешний — это отражение вашего внутреннего мира. Соответственно, Елене нужно посмотреть у себя внутри. Что-то, может быть, ты ему не даёшь или не додаёшь. Почему он себя так ведёт? Может быть, нужно поискать методы? Может быть, ему больше ласки уделять? Может быть, внимание? А может быть, наоборот, с него потребовать надо? То есть нужно всё-таки проявить активность или проявить... Если ты, например, вы являетесь супругами, у вас единое пространство, единое поле. Вы равноправны. Тогда каким образом он может быть жадным по отношению к тебе? Если у вас всё общее, всё вместе. Если у вас душа в душу. Вот если вы живёте каждой своей жизнью, он тебя содержит, то есть выделяет тебе средства на существование. Где-то больше, где-то меньше. Но это сложно и союзом назвать таким, семейным. Поэтому здесь всё-таки, когда выстраивается союз, конечно, желательно, чтобы оба понимали, что они делают, что они строят. Очень трудно воздействовать на другого. И вообще очень трудно выстраивать семейный союз, когда один спит, а другой проснулся. Это сложные взаимоотношения. Они сейчас, к сожалению, сплошь и рядом. И очень много, кстати, из-за этого разводится, когда один начинает познавать мудрость, начинает совершенствоваться, а другой остаётся на прежнем уровне, живёт прежними устоями, прежними понятиями. И так или иначе они всё равно разрастаются в разные стороны. Поэтому, может быть, у Алексея есть какой-то совет по этому поводу. Да совет простой, совет простой. Во-первых, супруг, если ты недоволен своим супругом, ищи проблему в себе. Об этом ты сказал, Дрислав. Поэтому иногда бывает так, что твоя половинка является отражением твоих действий, а иногда бывает наоборот. Иногда человек не понимает, а на что ты собираешься тратить деньги, если это касается тебя. Он не убеждён, о чём также Дрислав сегодня говорил. Он не убеждён, что это необходимо сделать. Может быть, он считает, что есть какие-то более важные задачи, на которые эти деньги нужны будут. Если же мы говорим о том, что человек жаден просто по жизни, ну так в этом случае, может быть, надо тогда понять, а не слишком ли женщина экономна в доме, и мужчина экономит деньги вообще на стороне, и тем самым он превращается в скрягу, когда он из-за копейки удавится, и никому там соседу не поможет, ничего-то не отдаст. То есть, во-первых, здесь непонятно, жадный в каком направлении. Внутри семьи жадный, не хочет что-то купить, что супруга считает необходимым, это один вопрос. Жадный по жизни, скряга, это другой вопрос. Жадный в отношении родственников, это третий вопрос, ну и так далее, и тому подобное. То есть, много здесь вопросов, которые есть, о которых необходимо прояснение какое-то, в которых необходимо прояснение. Только после этого что-то говорить. Но в любом случае, здесь два варианта. Первый, или он показывает своим поведением, не понимая этого, то, что что-то у супруги не то, и где-то она сама жадная в чём-то жадная, не обязательно в деньгах. Она может быть жадная в каких-то своих отношениях, словах, может быть, ещё чем-то. Или же наоборот, она пытается тратить деньги на то, что человеку непонятно. И тогда, естественно, включается инстинкт самосохранения. Чуть ты тратишь туда, куда не надо тратить. Зачем ты это покупаешь, зачем ты это хочешь приобрести, если это вообще нафиг мне не нужно. Значит, просто здесь недоговорённость есть. Но, опять же, вопросов слишком много, уточняющих, поэтому дальше рассматривать смысла нет. Вопрос эфир от Владимира Изматича. Дорислав, если к каждому собеседнику применять принцип «доброе слово даже собаке приятно», в кавычках, может, и не нужно никакой энергетической гармонии? Общение и без него наладится? Ну, то есть, сказал доброе слово. Ну, всё хорошо и замечательно. Не, ну, это самый лучший вариант, конечно. Здесь вопрос-то ведь идёт. Вы же хотите быть ведущими. Вы же хотите ведунами быть? Вы же не зря слушаете Народное славянское радио. Вы же не зря тратите на это время. Вы же хотите познать. Вы хотите изведать. Вы хотите научиться. Вы же созидатели. Вы же учитесь, чтобы научиться управлять своим телом, своими эмоциями, поступками, своей судьбой и своим миром. Нужно же сначала узнать, на каких законах он устроится. Конечно, хорошо подошёл к автомату, копеечку кинул, там баночка выпала. А если он сломается? Тогда как? Вот очень много примеров с автомобилями, да? Ты там фару протирал, протирал. Ты колесо пинал, пинал. А в трубу дул, дул. Чего, всё равно не заводится? Ну, тогда не знаю. Так и здесь. То есть, понимаешь? Да, если у тебя всё хорошо, ну, отлично. Но я знаю только, что традиция, которая передаётся из поколения в поколение, неподтверждённая информацией, если ребёнку не объяснять, зачем это делать, то она живёт всего одно или два поколения. И всё. А потом она умирает. Поэтому в нашей традиции всегда детям не только говорили, почему нельзя прелюбодействовать. Ну, и объясняли все принципы, всё объясняли, чтобы человек понимал, что он получит в результате того, что сходит налево. Или в результате того, что он возьмёт чужое. Объяснение всегда необходимо. Поэтому, конечно, доброе слово приятно собаке. Но когда ты не понимаешь, как это устроено, то приятное слово порой может не помочь. Вот так. Так, реплика от Виталия из Эстонии. Дорислав, ты правильно сказал, что если сперматозоид, энциклетка не объединяется, то они погибают, но энергия внутри женщины остаётся. И получается, что энергетические происходят последствия, как описано, как в законах РИД. Вот дословно прочитал. Понятно. Идём дальше. Вопрос эфира Татьяны из Татар. Здравия, Дорислав и Алексей. Как быть, если муж молодец, зарабатывает и семью обеспечивает, но вот о своей душе и здоровье думать не хочет? Как я понимаю, ещё не пришло время. Я ощущаю, что это очень важно здесь и сейчас. Благодарю за ответ. Ой, дорогая Татьяна, конечно, понятны твои печальки вот по поводу того, что муж не думает о душе и здоровье думать не хочет. Вот здесь есть ответ такой. А какими критериями ты оцениваешь его думание о здоровье и о душе? Вот какие критерии должны быть? Это же, я так понимаю, с твоих позиций он не думает о душе и не думает о здоровье. То есть, как одновременно муж молодец, я так понимаю, молодец это здоровый, сильный, молодец, крепкий, который обеспечивает свою семью, как написано, но при этом о душе не думает и здоровье думать не хочет. Как молодец не может думать о здоровье? он у него есть. Вот, поэтому вот если он еще не задумался об этом, то, наверное, он еще спит. И у нас все-таки есть поговорка «Не будите спящих на Руси». Вот. То есть, а проснется он для того, чтобы заняться своим и думать о себе и о своей душе, но ведь о семье он думает, семью ведь он обеспечивает. То есть, он молодец, он на благо семьи трудится, а вот о себе, о душе и здоровье думать не хочет. Но ему, конечно, можно об этом все время напоминать. Можно помогать ему здоровью, о его здоровье заботиться. Вот. Раз он семью обеспечивает. Но вдолбить ему это, принудить его к этому, я считаю, невозможно, потому что насильно мил не будешь. Либо он сам это осознает, важность этого, и начнет в этом направлении хотя бы думать. Тогда ему можно помочь. Но если он даже еще об этом и не думает, то я думаю, что доводы его, все ваши, будут только раздражать. Вот. Потому что человек, который не признается, что он, ну, может быть, не совсем корректный вопрос, вернее, пример, что он алкоголик, пока он не признает это, его излечить невозможно. Поэтому пока он не признал, значит, у него здоровья хватает еще. Пока он не признал это, что это ему необходимо, ну, сложно ему как-то это объяснить. Ну, так. Угу. Идем дальше. Евгений Степанов. Вопрос эфир. «А как выбирать молодежи жену так, что когда сердце чувствует, что не то, придется из всех попыток открыть ее сердце на ее знания о смысле жизни семьи и самой сути женщины в ней? Не обидите ее хрупкое сердце, ведь когда выбирать приходится, ведь часто сразу с первого раза не попадаешь, и приходится выбирать из массы женских душ свою родную. Как не обидеть женщин, если она не удовлетворяет его чувство о создании семьи? Прочитал, как написано. Ну, выбор действительно очень сложное дело, и это сложное дело было испокон век. Вот. И если брать, вот как в традиции, а мы все-таки стремимся вернуться именно к традиции, потому что это идеал. Вот традиция возвращает нас и ведическое мировосприятие возвращает нас к той изначальной, скажем так, точке силы, славы и могущества, в которой мы когда-то пребывали. Поэтому, возвращаясь вот именно к тем рамкам поведения, мы возвращаем себе силу, мы возвращаем себе славу и так далее. Нами гордятся предки, да, мы гордимся потомками. Вот. Поэтому в традиции как было? Когда невеста была на выдане, то есть она прошла обряд, был такой обряд, ну, он в разных родах разный, в прыгивании в паневу. Наверное, многие о нем слышали, то есть, когда девочка делала выбор, то есть, стоя на лавке, отец ей предлагал, ставил перед ней паневу и говорил, прыгай. Если она чувствовала, что она готова внутренне к тому, чтобы к ней сватались добрые молодцы, она впрыгивала и объявлялась, что род, в роду есть невеста, готовая к сватовству. И в этот род начинали приезжать сваты с молодыми ребятами на смотрины. И вот первое, что, конечно же, должно было произойти, это взаимная симпатия между молодыми. Это вот самое первое, самое основное, это именно взаимная симпатия. То есть, симпатичны вы друг другу или нет. Вот, это первый знак такой. Откликнуло сердце вот на образ этой девушки или нет. А вот дальше уже начинались такие более практические, более практичные такие подходы. То есть, конечно же, смотрели здоровье. Насколько, хотя бы внешне, насколько девушка все-таки вот, поможет ли она рожать детей? Как у нее вообще с внешними формами? Насколько она красива? Насколько она внешне выглядит? У нее есть грудь, у нее есть таз, так сказать, то, что может родить ребенка. Вот. Дальше, конечно же, смотрели на, ну, в идеале, конечно, рода договаривались между собой. То есть, вложили, так сказать, родовые книги и начинали смотреть, не было ли у них родства до тринадцатого колена. Вот. То есть, чтобы не было кровных связей. Поэтому еще говорили, что взять невесть откуда. То есть, из какой-нибудь дальней деревни, чтобы не было близких кровных родственников. Вот. То есть, здесь, конечно, очень большую роль играли рода. Когда молодые объединялись, то должны были объединиться и рода. Потому что рода, объединившись, они создавали сва, это небеса, и ба, это врата, свадьба. То есть, это спускалась небесная, скажем так, в явный мир, спускалась небесная энергия объединения двух родов, великих на уровне всех миров. Вот. В том числе Яв, Нафи и Славь. Вот. И поэтому эти два рода и плюс их боги-покровители, они уже все являлись оберегом для этой будущей семьи. Конечно, это идеал. Сейчас такое встретишь очень редко, когда сваты договариваются и любят друг друга. Они плюются друг в друга. Вот. Поэтому, конечно, первое, это любовь. Это взаимная симпатия друг к другу. А дальше смотри, как девушка себя ведет. Какая она, если ты пришел к ней в гости, вот, то как она чай подает, как она вообще, умеет ли она готовить, как она вообще к тебе относится, какое у нее поведение в быту. Ну вот, конечно же, вопрос о детях. Как она относится к детям вообще? Вот. Ну и как она относится, вообще планирует она рожать детей? То есть, это все можно очень легко и спокойно выяснить, абсолютно не причиняя никаких сердечных обид, выяснить отношения девушки, вообще ее понимание жизни. Конечно, если она говорит, нет, у меня карьера впереди, вот, я вообще не планирую там заниматься детьми до 30 лет. Ну, сами понимаете, да она вам сама все сказала. И потом, когда вы на ней женились и какие-то серьезные отношения завели, чего вы от нее требуете? Она сказала вам в самом начале, что детей она никак, она хочет жить, пожить для себя. Понимаете? Вот, ну как? Ну как, трохи для себя. Да. Она вам все может рассказать в беседе, если вы вот, совершенно спокойно, внимательно на нее посмотрите, послушаете, все. Даже если у нее проблема с родителями, вот, сейчас все-таки наследственная память можно решить многие вопросы с помощью и практики, направлений, и мы в том числе занимаемся тем, что помогаем очищать наследственную память от боли, от переживаний там предков и так далее. Все это меняется. Вот. Поэтому сейчас сложные времена, конечно, и наследственная память это идеал, когда все хорошо в семье, но это очень редко сейчас, потому что рода перемешаны, перемоланы современным, скажем так, миром, все порезано, порублено, и нужно из чего-то все-то собирать, но посмотрите внимательно, как она себя ведет, о чем она говорит, о чем она мечтает, и она вам все расскажет, и вам будет все понятно. Понятно. Ну, в принципе, Евгений-то задал вопрос, и здесь уточнение появилось, а как культурно женщине отказать? Ну, вот он посмотрел на нее, разобрался, как культурно отказать, чтобы не обидеть? Ну, здесь можно точно так же культурно сказать, что вот, а я вот придерживаюсь очень таких вот консервативных взглядов, и для меня семья, это дети сразу, то есть это обязанности супружеские, вот я это так вижу, вот, и я хочу найти себе супругу, жениться хочу, у меня серьезные намерения, все, и как только скажешь, что у тебя серьезные намерения, ее даже обижать не надо будет, она сама не уйдет. Убежит. А ты мне напомнил анекдот деревенц, когда приходит к деду, к деду-мужичок и говорит, слушай, я тут с женщиной гулял-гулял, а теперь как-то расстаться не могу, не знаю, как ей сказать, чтобы она не обиделась. Как культурно отказать ей? Он говорит, да что, идешь в сяльпо, покупаешь пимжак с карманами, рубашонку, галстучек, штяблеты, одеваешь все это, штаны, говорит, не забудь, кипченочку такую интереснее, сходи в парикмахерскую, расфуфырься, купи цветов, букетик, подойди к ней и скажи, да пошла ты! Вот и будет так культурно отказать женщине. Не, ну просто действительно, получается, ну, надо сразу смотреть, вот с девушкой ты начинаешь дружить, чтобы еще сильно ее не влюбить в себя и самому не влюбиться, так сказать, ну смотри внимательно, если ты, действительно у тебя какие-то серьезные такие вот намерения, все-таки, ну, можно же оценить, с кем ты общаешься, с кем ты встречаешься. Ну, согласен, да, с тобой. Идем дальше, вопрос эфира от Шатурянина. Здравия, Алексея Дориславову. Дорислав, до моих 30 лет был лад в семье достаток, трое деток, авто, квартира. Как только я начал менять свое мировоззрение, став на путь духовного развития, мы с супругой стали делить одеяло. Она не хочет понимать меня, порой смотрит косо, а я, в свою очередь, устал без ее поддержки. Много сил уходит на выравнивание ситуации. Как нам найти золотую середину? Или, в моем случае, только время расставить все на свои места? Ну, я уже говорил о таком плачевном результате. Вот, это действительно очень сложный вопрос и очень сложные решения люди здесь, им приходится принимать, когда действительно один проснулся, начинает расти. Вот. и вообще, вот, что касается, это мое личное наблюдение, вот, ну, и это мне в свое время тоже объясняли, показывали, есть такие периоды просыпания человека. Их можно сравнить, опять вернемся к бабочкам. Вот, то есть, бабочка, это существо, которое живет в трех ипостасях, в четырех даже. яйцо, гусеница, куколка и бабочка. И вот человек, который просыпается, у него первое, очень часто бывает такое, что первое, что он делает, он закрывается от мира. Вот, он выходит из системы, он может уехать в деревню, и в деревне у него происходит перерождение. То есть, он перерождается там в другого, совершенно другого человека. И многие порой вот на этом этапе, конечно же, он их не понимает, почему вдруг он работал, все, нес, все, а тут у него начинается какой-то, какой-то бред. Он захотел в деревню, он захотел в какой-то, в какой-то лес, какую-то там избу себе строить, там, что с ним произошло, с ума сошел, в секту попал, женщина за голову, что случилось, семья рушится. Но здесь, кстати, как раз и проявляется женская любовь. Если женщина любит мужчину по-настоящему, она пойдет за ним. Как раньше были жены декабристов. Они любили своих мужей, и они пошли за ними. И дай вам Бог найти именно такую женщину, которая пойдет за вами и в горе, и в радости. И это ваша истинная половинка. Вот. Если же она не хочет идти с вами. Но есть вариант, когда мужчина все-таки находит варианты. Она живет в городе, он живет в деревне, и со временем она все-таки подтягивается. Потому что женщина это все-таки форма, которая имеет свойство меняться. То есть мужчина с солнца, он светит. И со временем, если не силовым методом, она потихоньку привыкнет, и она может потихоньку настроиться на ваше мировосприятие. Но не силовым путем. Если вы будете насильно ее все время заставлять читать веды, будет только хуже. Если вы будете читать сами, потихоньку, ничего ей не рассказываю. Только, но при этом желательно, чтобы карточка пополнялась всегда. Это для женщины основной критерий. Конечно, есть женщины декабристки, но если у женщины сильный материнский инстинкт, она всегда стремится обеспечить детей. Поэтому, если все-таки у вас этот процесс происходит безболезненно в материальном плане, то многие женщины с этим соглашаются. И потихонечку настраиваются на ваше мировосприятие и меняются вместе с вами. Но если вы хотите кардинально что-то менять, а женщина к этому не готова, но в таких случаях сложно что-то вам сказать, потому что есть люди, которые, те же анастасиевцы, которые там уезжают из города в чисто поле, начинают все заново. Не каждая женщина готова на такой подвиг. Нужно все-таки понимать, на что ваша женщина готова, а на что нет. И в этом случае нужно все-таки стараться находить, как говорил Горбачев, консенсус с кворумом. То есть на что женщина согласна, а на что нет. Но есть, конечно, варианты, когда без вариантов. Когда настолько сильно разрыв идет, настолько сильно он виден, что, к сожалению, семья распадается. Вот. Но есть очень много вариантов, когда все-таки семейный союз сохраняется, и женщина потихоньку принимает мировосприятие супруга. да мне кажется, просто здесь человек настолько увлекся этим направлением, и он с ним сжился, что хочет найти себе единомышленника в ближайшем окружении. Это все правильно, все здорово, все отлично. Но надо не забывать, что твое представление о мире еще не означает, что у другого представления о мире будет точно такое же. и вполне возможно, что просто где-то палочка перегнулась, и вполне возможно, она уже начинает трещать, а ты этого не замечаешь, и тем самым усугубляешь проблему. Все должно быть без насилия, все должно быть очень мягко, и только в этом случае удастся сохранить семью, удастся навести лад и порядок. Надо просто принять жену, какая она есть. Ну ты же ее до этого принимал, какая она есть, почему сейчас ты не принимаешь? Вот и все. И делами надо доказывать, не словами, а делами надо. Вообще жить надо, просто жить, не пытаться о жизни рассказывать. Реплика эфира Тианы. Здравия, Алексей, Дорислав. Мне кажется, всему началом являются наши родители. Установки и кодировки дают ребенку именно они, ведь семья всегда закладывает фундамент, а мы лишь потом развиваем фасад. Только зачастую родители потом, скорее всего, так слово написано, потом реализуются через своих детей. Это случилось и со мной. Как по мне, ребенок, проживающий чужую жизнь, несет крест чужих желаний. Мужчина становится творцом и созидателем своего внутреннего яда. Только разорвав с родительскими комплексами, чем шире становится сознание, тем выше человек поднимается по спирали эволюции. Ну, это добавление к нашей беседе, да? Ну, трудно сказать. Добавление, не добавление, так реплика. Является ли это добавлением или своим мнением, тут, наверное, уже не мне судить. Ну, просто если мы сейчас эту тему затронем, это очень глубокая тема захвата образов, действительно, наследственной памяти, кто чьи желания реализует. я уже сказал в самом начале, что действительно, когда рождается душа, которая не хочет больше жить по устоям, которые жили, а сейчас идеальными устоями современное общество назвать нельзя, вот, даже наоборот, и это каждая вторая семья, к сожалению, живет в невыносимых для нормального человека условиях, причем это считается нормой. И, к сожалению, телевидение еще больше усугубляет данное положение. То есть, сейчас действительно это идет информационная война по телевидению, когда насаждаются совершенно чуждые неправильные образы, и человек нормальный начинает говорить, ну, как же так, я что, я ненормальный какой-то, раз по телевизору показывают, значит, это нормально, а я, значит, ненормальный, и нормальные начинают чувствовать себя вот как за границей, когда вот эта вот гомосятина у них там расплодилась, нормальные начинают себя чувствовать ущербными. Вот, поэтому вот с этим нельзя мириться. И если мужчина чувствует, что его родители тянут его не в ту сторону, он должен найти все мужество, как я сказал уже, уехать в Сибирь и выстраивать свою семью, именно по тем устоям, которые его сердце ему диктует. Вот к предыдущему нашему вопросу реплика появилась в эфир, Лера один написала «Совет, посмотри с ней индийские сериалы, Махабхарата, Бог богов и так далее. Мы, женщины, любим такие щепетильные истории». А что, хорошо, хороший совет. Кино, это вообще, это наше всё, так что смотрите хорошее кино, да. Длинный, как индийская песня. Да, вот пока посмотрите, как раз и всё у вас наладится. Только рабыню и за уровень смотрите, и богатые тоже плачут. Что там ещё у нас были, какие-то первые сериалы, которые там годами шли. Так, ладно, ладно, про семью поговорили, идём дальше. Реплика эфира из Ютуба «Зарян». Полностью согласен с Алексеем. Энтер подсолнух. «А зачем нам ориентироваться по животным, особенно если мы стремимся жить по праве?» Так мы уже ответили, животное — это пример всего лишь на всё, так живи по праве. Но не зная основ, трудно дальше развиваться и понимать. Надо понимать основы. Солнце пишет. «Расскажи, пожалуйста, об энергетическом взаимодействии мужчин и женщин, как правильно создать поток силы между любящими людьми и направить его на созидание мира и любви. Что за род, которому принадлежат все рода?» Ну, я такую фразу применил в самом начале. Вот Солнце привязалось к этой фразе. Вот попробуй расскажи про энергетическое взаимодействие мужчин и женщин. Мы как будто бы это… Ты как будто бы в первой части ничего не рассказал. Да. Дорогие мои друзья, дело в том, что вот я все-таки опять вернусь к мировосприятию. Не нравится вам это или не нравится. Ориентируетесь вы на животных или не ориентируетесь. Но дело в том, что вам не надо на них ориентироваться. По ним ваше тело живет. Хотите вы этого или нет. Если вы это знаете, то вы можете этим процессом управлять. Если не знаете, то оно само будет управлять как может. Вот. Поэтому стремиться нужно жить по праве. Правильно ты сказал. Но как же действует, как живет тело, по каким оно установкам и по каким инстинктам живет, знать нужно, чтобы уметь им управлять. Так вот, что касается любви, мира и гармонии. Друзья мои, исходя из того, что все-таки я сказал, что мы живем в двух мирах одновременно и в мире наше тело живет инстинктами, так давайте посмотрим, а что есть любовь в животном мире, как она проявляется. Алексей, как ты думаешь, как любовь проявляется в животном мире? Вот ты прямо задаешь мне такие вопросы интересные. Ну как? Я отвечу, ладно, не буду мучить. Давай, ты же не мучай мой воспаленный мозг, давай попроще со мной, со мной, береги меня. У животных есть привязанность и есть инстинкт размножения, но любят они очень интересно. Вам может не понравится такая интерпретация, но волк любит оленя, он без него жить не может. И он всегда следует за ним, куда олень, туда и волк. А олень, в свою очередь, любит траву, поэтому где трава, там и олень, он без нее жить не может. И поэтому любовь в животном мире проявляется как потребление. А что любовь есть для Бога Созидателя, для человека, для Творца? Любовь это его дело, в которое он вкладывает свой душ. То есть он излучает, он направляет. И он может жить без плодов своего труда, потому что он сотворяет этот плод. Кто-то пришел к нему и говорит, мастер, ты сотворяешь красивые терема строишь, построи мне. И он ему сотворил этот терем и отдал ему. То есть когда мы творим, мы не привязываемся к плодам своего труда. Вот разница любви. Мы вкладываем любя, а животные забирают любя. Но так как мы живем в двух мирах одновременно, и когда наше животное начало забирает, мы этого не замечаем. Поэтому многие обижаются. Как же так? Как же так? Я ее так любил, а она от меня ушла. или я его так любила, а он от меня сбежал. Так любовь-то в чем заключалась? Ты ему давала или забирала в него больше, чем давала? Ведь если бы ты ему давала, он бы не убежал. Или наоборот, если бы ты ее любил и давал ей, она бы не ушла. Поэтому, дорогие мои друзья, любовь, люди боговедающие, да, это божественное начало. Но есть еще одно начало, которое мы должны понимать, что не зря раньше говорили, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Зачем сплевывали образ? Потому что знали, что подсознание его может захватить и забрать. И поэтому вы, наверное, не раз замечали, когда вы кого-то похвалите, и он тут же испортится. Почему же так происходит? Да потому что ваше подсознание берет, а ваше сознание дает. Один это разные вещи. Вернее, растить, а другой кушать любит. Понимаете? От того, что он любит их кушать, они кончаются. От того, что он любит их отрастить, они приумножаются. Поэтому нужно понимать, что такое любовь. И любовь отдавать можно радостно, а можно не всегда радостно. Вот это очень хорошо знают матери, которые кормят своих детей грудью. Они отдают свою любовь ребенку. Когда у них ее много, они отдают ее с радостью. Когда она у них заканчивается, ребенку молочка не хватает, вот тут начинается проблема. И порой ребенок так высасывает грудь, что аж кости ломить начинает, потому что он силу забирает, он силу высасывает. И только искренняя материнская любовь способна отдать себя целиком. Многие матери даже здоровья лишаются, отдавая его детям. Вот это любовь. И вот такая любовь она может строить и созидать. А вот обратная любовь может только забирать. Поэтому нужно научиться любить по-божественному, по-настоящему. И тогда вы в мире в своем никогда ничего не будете терять. А все будет только приумножать. В общем смешалось тут у нас все вместе. И да, кони люди. Вот как правильно создать поток силы между двумя любящими людьми и направить его на созидание мира и любви. Я вам отвечаю, поток должен идти от вашего сердца. И не всегда счастье, которое вы испытываете, говорит о том, что вы поток отдаете, а не сами его используете на то, чтобы испытывать это счастье. Понимаете? Поэтому когда поток отдается, здесь не всегда испытывается радость сначала, потому что когда ты дом строишь, когда ты целый день машешь топором, то счастье там приходит только когда дом построен, ты на него смотришь, вот это да, вот это я молодец. А сколько крови, пота, побитых пальцев, порезанных, прибитых ног, сколько боли, порой это счастье на создание этого потока уходит. Понимаете? Труд вот тот созидающее начало, которое выстраивает гармонию и любовь в вашей семье. Ну в общем любовь это не только люди богов ведают, но и гастрономические пристрастия. Когда ты рассказывал про волка и оленя, я так думаю, ну сейчас цепочка будет такая, значит волк любит оленя, он идет за оленем, олень любит травку, он идет там, где есть травка, и получается, что волк находится там, где травка, значит он тоже любит травку. Видите, как все замкнулось? Да. Ладно, хорошо, идем дальше. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия, из Эстонии, чтобы понять работу. Что за род, которому принадлежат все рода? Но это считается в нашей традиции род небесный, это вся проявленная вселенная, вот в которой существует, то есть мы когда обращаемся к предкам, мы говорим прощу род, род небесный. То есть прощу род это ваше непосредственное родовое древо, то есть ваши бабушки, дедушки, парабабушки, прадедушки, а род небесный это вся проявленная вселенная, в которой наши рода, которые и живут. Да, причём здесь не имеет абсолютно значения, к какой религии себя человек относится, потому что так или иначе всё пошло оттуда. И если человек, например, вот у нас есть различные же люди различного мировоззрения, и фанатиков хватает везде, скажем так, чтобы никого сейчас не ущемлять. И очень часто человек, который находится в фанатичном пристрастии в каком-либо ответвлении чего-либо, он начинает отвергать саму суть бытия. И вот многие говорят, всё там типа какой род, да какой род, вот из которого вы вышли, из которого всё пошло, вот это и есть ваш род. И поэтому, когда вы отвергаете своё прошлое, вы тем самым или уничижаете его, доводя до уровня обезьяны или какой-то там глиняных изделий обожжённых, в которых кто-то душу вдохнул якобы, то в этом случае вы уничижаете себя самого. Вот это надо всё учитывать. Род, древний род, тот, от кого всё пошло, не имеет абсолютно никакого религиозного направления или какой-то религиозной деятельности не проявляет. А отвергать, когда вы отвергаете, но сам вы наносите удар по себе, потому что вы отвергаете часть самого себя. Это вот надо понимать. Поэтому поосторожней, находясь в какой-либо религии, рассуждать о каких-то высоких материях, касающихся с вашей древностью, с вашими родами или родом, вот тем, о котором мы говорили. Так, ну ладно, Виталий из Эстонии пишет, чтобы понять работу двигателя, необходимо его разобрать. Это, конечно, правильно, но кто будет собирать его обратно? Вот такой умный вопрос, вернее, реплика. Ну, кто будет? Ну, Виталий, ты будешь собирать его обратно? Мы разберем, а ты соберешь, да. Ну, вы, я понимаю, так, Эстония, это уже Евросоюз. В Евросоюзе там принято на машине ездить, абсолютно не вникая в ее структуру, как она устроена, и вообще ее должны чинить мастера. Вот. Ну, это подход не ведущего человека, абсолютно. То есть это приложение для автомобиля. У нас все-таки в России принято знать устройство автомобиля. Вот. Умеет его все-таки как-то чинить, хотя бы приблизительно знать его устройство. А вообще все, кто начинает, все равно так или иначе разбираются с двигателями. Вот. И в любом случае, если вы не знаете, как устроен ваш автомобиль, вы не знаете, как устроено ваше тело, вот, то, соответственно, когда оно износится, ресурс закончится 60 лет, оно умрет. И все. Не знаю, как там, в Эстониях, а у нас в России принято так. Инструкцию открывают только в тот момент, когда поняли, что изделию пришел полный кирдец. Это вот так у нас устроено в России. Ладненько. Идем дальше. Виталий написал. Так сейчас уже утро сварога, а не ночь и не день. У нас еще предрассветные сумерки сейчас. Все довольно-таки растягивается. Продолжительно, скажем так. Продолжительно все это. Реплика в эфир от Виталия, Эстония. Ночь и утро. Это холодное время. День и вечер. Это теплое время. Ну, хорошее наблюдение. Мне нравится. Идем дальше. А утром, он же продолжает, утром солнце лилило, только начинает светить. То есть оно еще не разогрето сильно, чтобы пепелить темные силы. Я правильно понял? Да, правильно понял. То есть это говорит о том, что сейчас день сварога, это увеличивается влияние от центра нашей галактики, нашего Млечного Пути. И, соответственно, увеличивается вибрация, увеличивается сила. И вот здесь, сейчас, необходимо нам к этому готовить и готовить себя. Вот. То есть сила увеличивается, соответственно, увеличиваются вибрации. Вот. И если вы будете не готовы к этому, то чем вы будете отличаться от темных сил? Поэтому сейчас и восстанавливается, возрождается именно та традиция, то есть устой, который позволяет человеку войти в этот резонанс и уже развиваться в соответствии с днем сварога. Потому что, конечно, день и ночь – это совершенно разные явления. И если ночью ничего не видно, то днем становится видно все. Вы представляете жить в обществе, в котором каждый умеет читать мысли другого? Или каждый может видеть душу другого? Там невозможно ничего скрыть. И вот сейчас и в общинах, и тех, кто живет в устое, да, Алексей, вот мы общались, то же самое. Очень легко прочитать мысли и чувства другого человека. И поэтому они должны быть чистые и светлые. Иначе сразу будет видно, почему темные силы нас и побороли. Потому что мы спим в ночь сварога, и мы не видим многого. А есть ночные хищники, а есть дневные. Чем пользуются наши, так сказать, банкиры? Да нашим невидением. Они пользуются тем, что мы не понимаем, как они мутят, крутят, вертят и взимают с нас бешеные проценты. Но когда люди начнут больше осознавать и понимать, как это происходит, они не смогут уже так людей обманывать. Потому что даже сейчас видно, политики извращаются, изгаляются, но информация все равно просачивается. Как бы они ни старались, все равно появляются. И люди узнают, что они замыслили, и каковы их изначальные причины того или иного события, происходящего в мире. Вот чем будет отличаться новое время. Олег из Иркутска, реплика в эфир. Дорислав, импульсы шеи, для нее функционирование, так как и другим органам, организм приходит от мозга, а мозг в голове. Так что голова главнее шеи и управляет. Ну, замечательно, хорошо. Так, дальше. Виталий много реклип послал, но просто чтобы время уже не заменять, ой, не трать на это, я пропускаю. Я Гриша, всем доброго здравия. Я думаю, что Владимир из Мытища имел в виду, что через чего или кого передается, обменивается энергиями от мужа к жене и наоборот. Ну, я не знаю, додумывать за Владимира я не берусь. Так, дальше. Дмитрий Веер из Ютуба, реплика в эфир. Когда мне говорят, что баба – это шея, мне представляется, какая такая ситуация. Капитан корабля смотрит туда, куда боссман повернул штурвал. Абсурд. Ну, не знаю, боссман особо штурвал-то не крутит. Ну, ладно. Реплика в эфир от Тианы. Дорислав, вы употребили такой термин, как половинка. Так вот, как понять, что это твой суженый? Может, вопрос глупый? Понимаю, что это лишь сердцем почувствуешь, но мне, как девушке, вопрос интересен. Ещё есть небольшой вопрос. Наша бабушка всех моих сестёр отправляла перед свадьбой на реку выполоскаться и просить через реку счастья будущей семье. Сколько я бабули не пытаю, зачем и для чего? Но ответ один. Так положено. И вскользь упоминала, что вода это связь с суженым, как своеобразный телефон. Заранее сердечно благодарю за ответ. Так. Небольшой вопрос. Как найти суженого? Ну, такой лёгенький вопросик. Как его найти? Как его найти? Да, буквально 30 секунд. Знаете, дорогая Тиана, вот в одном из наследий упоминается о том, что прежде чем молодым давали возможность семейного союза, осветить семейный союз, они проходили 50 свадебных обрядов. 50. Представляете? Только после этого старейшины родов позволяли им объединиться. А вы задаете такой вопрос. Ну, как понять, что это мой суженый? 50 обрядов. Ну, да, конечно, я загнул, естественно. Но я же только что объяснял, что начало, конечно, это взаимная симпатия. А дальше начинайте изучать друг друга. Ведь вам потом жить всю жизнь. И все должны совпадать все три слоя, строить, то есть объединить три уровня, интеллектуальный, душевный и материальный. И желательно, чтобы у вас соответствовали и мысли, то есть вы жили одними образами. Желательно, чтобы чувства вы чувствовали одинаково. Желательно, чтобы тела тоже, скажем так, нравились друг другу внешне. понимаете, но нужно все-таки благоразумие в этом не только на ощущение, потому что чтобы не попасть в ситуацию любовь зла, вот, нужно все-таки понимать, действительно, сейчас, если углубляться, то есть и наследственная память, захваты образов, что девушка ищет мужчину, похожего на отца, мужчина ищет девушку, похожую на женщину, то есть это, конечно, там целая наука, поверьте, чтобы действительно подобрать суженого по всем параметрам, но опять же, если его от головы подбирать, а сердце скажет, да ну, а я его не люблю, как было в дворянах, почему они выродились, потому что от ума все было, они умом составляли контракты, вот, а души-то не испытывали счастья и радости, поэтому дети бездушные рождались, поэтому вы уж смотрите все вместе, смотрите, как он думает, смотрите, как он выглядит внешне, смотрите, как он ведет себя, конечно, я вас понимаю, дорогая Тиана, сейчас очень мало возможности как-то посмотреть друг на друга, пообщаться, потому что клубные тусовки, это, конечно же, не то место, где выбирают с ужина, вот, а, к сожалению, тех вот праздников, тех хороводов, тех игр, которые были у нас традиции, которые у нас сейчас есть, их очень мало, потому что именно эти праздники и создавались для молодежи, чтобы они могли станцевать вместе, подержаться за ручку, за щечку, прикоснуться с щечками, подержать девушку за стан и так далее, потому что вот этот тактильный контакт, он очень важен, посмотрите ей в глаза и так далее, конечно, сейчас этого мало, сейчас все проще, сейчас без глаз все обходится, сейчас сразу эротика включается и все. Сейчас эротика включается, но по эротике не определишь, он это или не он, потому что эротика, она важная составляющая, но не определяющая, все-таки определяющим является общей цели и общий интерес, если общего интереса нет, то союз долго существовать не будет. Здесь я прочитал выплакаться, на самом деле там выплакаться было написано, зачем, да, все-таки на реку бабушка, бабушка, что вам выплакаться. Это очень древний, кстати, обряд очищения наследственной памяти от боли, чтобы чаду не передавать, потому что боль передается по наследству, то есть это переживание негативное в наследственной памяти, поэтому были раньше обряды перед свадьбой, самый лучший метод очищения от негатива это слезы, выплакаться, действительно, правильно, это почистить свою наследственную память, чтобы чаду не передавать боль, которая накопилась в сердце. Вот правильно бабушка советовала, да? Да, бабушка совершенно правильно советовала. Правильно всех посылала, вот посылать вас надо, вот реально посылать. Ваньку еще поплакать, березки рассказать, все свои обиды. Так, дальше. Здравствуйте, уважаемый Дарислав. Скажите, пожалуйста, какие подарки может дарить муж и жена, если учесть, что она не зарабатывает деньги и значит не может что-либо купить. И тогда получается, что подарок она покупает мужу, но его же деньги. Правильно ли это? Дорогие мои, дело в том, что я уже говорил, нет понятия женщина зарабатывает или мужчина. они к мужчине попадают, то есть ему дает их кто? Они попадают, а все равно от матушки сырой земли. Все она дает, все от нее идет. Поэтому женщина, сидя дома, вы думаете, она не зарабатывает? Она получает ровно половину от того дохода, который вы получаете. И когда вы делите эти деньги и говорите, я это зарабатываю, а вот она перестанет вас подпитывать своей энергией, вы посмотрите, много вы заработаете или нет. Поэтому вопрос здесь, касающийся денег, я считаю, некорректным, потому что супруга, которая следит и растит ваших наследников, она вообще, по большому счету, владеет всем вашим имуществом. В случае вашей гибели, она их будет взращивать, и все имущество все равно будет ее. Поэтому, мужчины, дорогие, вы мне сегодня уже там намекали по поводу, как говорится, старшинства в роду. Старший в роду не тот, кто кулаком по столу бьет, понимаете, а тот, на ком все держится. Вот кто старший. Вот, поэтому подарки она может дарить, но лучше всего, конечно, подарок, это ее любовь, по большому счету. А дальше, ну, какие подарки? Подарки материальные, ну, не знаю, я никогда на этом не акцентировал внимания. Для меня самый лучший подарок это сын. Вот это подарок, о котором я хочу сказать, даже вот это единственное. Больше мне от нее никаких подарков не надо. И для меня самый лучший подарок это когда мои дети накормлены, и мои наследники в порядке, с которыми она занимается, постоянно я езжу, я в разъездах, она и в колу их возит, и занимается, вот, мне самый лучший подарок. Ну, вот так я ответил в своей точке зрения. Я хочу просто добавить еще, но обратите внимание, что да, материальные средства все-таки мужчина зарабатывает, и здесь я согласен, что как минимум половина это принадлежит в любом случае женщине, а то и вообще все полностью, потому что мужчина приносит все в дом, а дальше женщина этим всем распоряжается, ведь он же зарабатывает для своей семьи, не для себя любимого он зарабатывает. Так что я бы сказал, что вообще все принадлежит в данном случае семье, где внутри уже женщина всем этим распоряжается так, чтобы все были сыты, все были одеты, обуты и так далее, и тому подобное. Она может мужчине только указать, что вот там у Васечки обувка порвалась, или надо что-то сделать, приобрести маннички, это и так далее. Потому что женщина, она занимается по хозяйству, она лучше знает, что ей надо. Но с другой стороны, все-таки вопросы подобные, часто звучат вопросы подобные, от людей, которые уже все-таки отравлены цивилизацией, где единственным способом, откуда можно взять подарок, является покупка. Единственным местом, где это можно купить, какой-либо там магазин, ларек, рынок, или что-то еще. Мы как-то забыли о том, что женщины всегда отличались рукоделием. И помимо подарков, которые перечислил Дорислав, наверное, существуют еще и другие подарки рукоделия женского. И если женщина дарила своему любимому что-либо, сделанное своими руками, это подарок, имеющий намного больше смыслов и значений, нежели чем какая-то там безделушка, купленная в магазине. Вот это надо понимать. Китайская. Да, сделанная нашими друзьями-китайцами, которая через месяц отправится на помойку и будет отравлять нашу землю, поскольку сделана из самого дешевого пластика там или еще чего-нибудь. Так что вот это учитывайте в виду. Все-таки смотрите на мир, не отталкиваясь от испорченности его сегодняшней, а из того, каким он должен быть, на основе того, каким он был изначально. Так, дальше вопрос Владимир Размытич. Высоко оцениваю вашу иронию, но тема передачи заявлена так. Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду. Иными словами, взаимодействие трех. Отсюда и вопрос, если двое из трех взаимодействий, то третье, каким образом в лес род рядом стоит в кавычках или посредник. Вот разрешаю сейчас скажу. Мы уже уточнили, это никакая не ирония. Вы находитесь в роду, вы часть этого рода. Это не какой-то мужичок, бегающий между вами или с топориком, с ножичком, со свечкой или с кем-то еще. Род — это то, к чему вы принадлежите. Ты уже сказал, среда — это среда. Ну как? Ну как он между вами может стоять? Какой посредник он может быть? Вы в нем находитесь. Какая здесь ирония может быть? Все довольно серьезно. Вот никакой иронии, я в данном случае лично, я никакой иронии не проявлял, говоря об этом. Идем дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Почему слово «рот» и слово «рот» так похожи, если между ними какая-то связь? Вот, Елена 777. Я бы отправил вас, честно сказать, в школу ведического, славянского ведического центра слова. Вот там как раз разбираются наши буквицы, глаголицы, рудника. И там объясняются образы слов, буквиц, их сложения, их общие, скажем так, образы. И очень доступным языком объясняется, что такое род и что такое род, как они связаны и что в них разного. Видите, буквицы на конце разные. «Род» — это, если читать буквально, рекущий он добро, а слово «род», если читать буквально, рекущий он твердо. То есть «род» — это добро, а «род» — это слово твердо. Хорошо, не будем дальше углубляться. Кому интересно, те найдут всё-таки правильных преподавателей и правильные организации, где можно этому обучиться, чтобы нам просто эфир ещё не растягивать. Так и с твоей репликой. И ответом, в принципе, абсолютно согласен, потому что не надо пытать нас сейчас. Эфир посвящён несколько другому направлению. Конечно, есть, что ответить, но давайте не будем тратить время. «Реплика эфира» — это «Реплика эфира». Да, идите, у нас есть Ивашка, у нас есть Сергей Павлов, у нас есть много замечательных преподавателей по буквице. Вот если вы хотите получить по буквице много чего интересного, вот Ивашка вам всё расскажет. Если вы хотите получить и по буквице, и по каким-то там взаимодействиям, и ещё это, и это, вот идите к Сергею Павлову, там есть славянский, «Идийский культурный центр слова». Там и это, и это вам расскажут. Выбор огромнейший. Только, казалось бы, задайтесь вопросом, и вы найдёте, куда вам идти. Не будем дальше заострять внимание, идём дальше. «Реплика в эфир». Сейчас много лекторов-психологов, которые опираются на веды, причём имеют в виду индийские. Ну да, такое есть, и что дальше? Хорошее направление. Но кому-то это подходит, кому-то нет. «Вопрос эфира» из Ютуба от Себастьяна Баковски. «Здравия. Если энергия одна на всю семью, то чем больше семья, тем меньше энергии на каждого члена?» Ну, энергия же имеет свойство расти вместе с семьёй. Поэтому, если семья растёт, если растёт, скажем так, человек, то, соответственно, большими потенциалами и большими потоками силы он способен управлять. поэтому здесь имеется в виду, что в единицу времени день или час, но именно в единицу времени энергия, энергетический баланс семьи, он один на всех. Но он же имеет свойство развиваться вместе с семьёй и расти вместе с семьёй. И каждый член семьи, есть такая поговорка, что «даст Бог зайку, даст и лужайку». Вот, то есть чадо идёт не просто так в вашу семью. Чадо всегда идёт с большим запасом энергии и в том числе добра. И поэтому очень часто с рождённым чадом и добро пребывает божественным образом. Непонятно как. А оно пребывает. Потому что чадо всегда идёт со своим приданным от высших сил, от рода. Поэтому он прибавляет в вашу копилку очень много. Вот так. Здесь, наверное, надо уточнить, что идёт разговор, ну, если мы слово «энергии» заменяем на «нашу», всё-таки «сила», да, идёт разговор не о том, что сила в каком-то ограниченном размере. Там, на тебе, килограмм силы, да, держи на всю семью. И дальше, как в блокадном Ленинграде, раздели на 20 ртов, и чтобы каждому корочка досталась, да, или там что-то ещё. И крошки не забудь. Здесь имеется в виду силовое поле. Силовое поле семьи. А поле, оно может расширяться, оно может уплотняться, оно может взращиваться. Вот о чём как раз Идрислав говорит. И если мы просто имеем в виду какой-то кусочек энергии на всю семью, это буханка, ломоть, отрезанная, и разделили, и забыли. Чем больше едоков, тем меньше каждому достанется. Если мы говорим про поле силовое, которое семья взращивает, вместе с каждым пришедшим, оно увеличивается, распахивается, и там засевается, и так далее, и тому подобное, то в этом случае прибыли в эту семью силы больше, прибывает больше. Семья становится мощнее, сильнее, род становится сильнее. Так что не энергия какая-то, а именно наше силовое поле, оно даётся на семью, оно в семье взращивается, увеличивается, и потом каждый выносит с собой вот этот маленький сгусточек, который в новой семье также будет увеличиваться, также будет поле проявляться, и будет образовываться в этом роду новое что-то такое, ещё дополнительное, и будет появляться уже племя. Ну, как-то так. Ладненько, мы с тобой все вопросы прочли, все реплики озвучили, дали на них ответы, комментарии, и пришло время нам заканчивать эфир, какие-то давать, ну, может быть, пожелания в свет нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста. Я со своей точки зрения, со своего мировосприятия вам хочу сказать, дорогие мои, самое главное в жизни – семья, самое главное в жизни – род. Потому что именно род, именно семья является вашей базой и опорой. И то, что вы взрослите, то вы потом к старости и получите. Вот. Поэтому вы должны понимать, что есть у нас обязанности перед, ответственность перед родом. Коль вам предки дали возможность воплотиться, верните им тем же. Дайте возможность воплотиться и им тоже. То есть создав семью и дав жизнь детям. Вот. И на это необходимо ориентироваться, и от этого необходимо отталкиваться. Это первое. Второе. Никогда не стойте на месте. Знаете такую детскую поговорку? Кто по городу пойдет, тот солдатика найдет. Поэтому ищите. Действительно, школ много. И школ по буквице открывается. Вот наш центр Родосвет сейчас тоже работает и учит, обучает. Вот. Поэтому ищите. Если вы хотите, действительно, у вас есть тяга внутренняя построить правильную, гармоничную семью, значит, ищите мудрость родовую. Она есть. Даже если она не сохранилась в вашем роду, ее можно найти в других родах. И сейчас эти рода с радостью делятся этой мудростью со всеми желающими. Вот. То есть найти действительно сейчас можно. И ищите о себе учителей по душе. Если вы послушали учителя и вам душа не нравится, не говори, что учитель плохой. Это говорит о том, что эта вода с этого колодца вам сейчас не нужна. Ищите свою воду, которая вам будет приемлема и приятна. Поэтому я вам желаю добра, родового благополучия и любви душа в душу. Хорошие слова. Благодарю тебя за столь теплые высказания в конце нашего эфира, заключение. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира, потому что я считаю тех радиослушателей, которые в чате писали свои сообщения, задавали вопросы, делились репликами, тоже считаю их участниками. Также благодарю тех, кто нас слушал на ютубе и смотрел на ютубе. Молодцы так держать. Без вашей помощи вряд ли бы такие интересные эфиры получались. Я думаю, что мы будем продолжать в том же духе с Дориславом рассматривать какие-то интересные темы, посвящённые нашему наследию. Будем рассматривать их всесторонне и с каких-то нижних позиций, чтобы было понятно, где мы находимся, и с каких-то более высоких позиций, чтобы помочь сориентироваться, куда двигаться и что делать. В общем, что от нас зависит, то будем делать. Но также вас призываю, как и сказал Дорислав, не останавливайтесь, ищите, добрящите, помните, кто вы и разбирайтесь, для чего вы здесь. Тогда у вас всё будет хорошо. На СИМ и мне остаётся сказать, что сегодня по одному из современных календарей, пока ещё 19 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных восьмой день месяца посева на речении 7525 лета шестица, энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду, такова тема сегодняшнего эфира, автор-сказитель Дорислав Стариков. Также призываю всех наших радиослушателей всесторонне поддерживать народное славянское радио, потому что без вас оно не будет народным. Распространяйте информацию, приходите со своими предложениями, участвуйте в создании и так далее и тому подобное. На этом я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, быть добру, услышимся! Народное славянское радио Всё нужно, всё важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok